В зоопарке нужны два качества. Первое, нужно любить и уважать животных. И второе, нужно любить и уважать людей. Молодец! Видела? Она собрала землю и кинула в него. Ведмежатники, друзья, я сейчас вспомню какие-то такие криминальные фильмы. 10, 11, не толкаемся, 12, 13, 14, что ждем? Ну какова красота, какова красота, когда ты смотришь, что смотришь на меня. Привет, друзья! Оксана Димова, добрый день! Добрый день! Оксана Димова. Олександры, мама – это пример, как нужно любить жизнь и людей. У жизни циалетия керуются принципом. Кожен маленький круг, каждая думка, каждая дія робится с любовью и верой. И тогда точно все выйдет. Как вы считаете, что мы будем делать сегодня в программе? Так как мы находимся возле нашего привоза, где делают новые рельсы и шпалы, я думаю, что мы будем заниматься именно этим. Но ребята, которые этим занимаются, я не уверена, что они не пьют, не курят и не ругаются матом. Это очень интересно. А у вас есть опыт вкладывания шпала? Шпал, как? Нет, но в детстве я жила возле железной дороги и сейчас вспомню, что такое рельсы и что такое шпалы. Попробуем. Так, вот это был жарт сегодня. Сегодня мы будем в Одессском зоопарке общаться с тваринами. Как вы, готовы? Да, к этому готовы. Я очень люблю животных. Испыты начинаются прямо сейчас. Пошли. Миссия, недоросли почувают себя детьми, а дети забывают про час. Это Одесский зоопарк. Объект природно-заповедного фонду Украины загальнодержавного значения. Саме тут можно узнать много интересных фактов про таемничий свит живой природы. На территории шести гектарей мешкают много интересных тварин, птахов и рептилий, среди которых ридкісные, занесенные до Червоной книги Украины и международных червонных списков. Что ж, я теж разом з вами чекаю, как же складывается день у нашей очень ответственной героини. Самый многодетный батько в Одессе. Это директор Одесского зоопарка Игорь Беляков и наш сегодняшний эксперт. Добрый день. Добрый день. Розповедайте, будь ласка, как зоопарк готовится до зимы. Мы к зиме уже готовы. У нас, в общем-то, все закуплено, все есть. Зимой самое главное, чтобы те животные, которые боятся холода, чтобы они были хорошо обогреты, чтобы они были сыты. Поэтому мы заготавливаем корма. Мы заготавливаем солому для утепления домиков и логовей животных. Ну и заготавливаем, конечно, уголь, потому что у нас еще много есть котелков, которые работают на твердом топливе. Зоопарк не газифицирован пока. Мы обогреваемся углем и обогреваемся электроприборами. Где-то примерно две трети наших питомцев – это холодоустойчивые животные, которые не требуют дополнительного обогрева. У них просто надо, чтобы была крыша над головой, чтобы были домики, чтобы были убежища, где они могут прятаться от непогоды. И там была солома, потому что соломы никто еще ничего не придумал. Дополнительный обогрев им не нужен. А те, которые теплолюбивые, ну такие как слон, пеликаны, зебры, антилопы и так далее, тех мы, конечно, дополнительно греем. И первое завдание – что мы будем делать? Ну, если в качестве волонтера, да, вот мы сегодня вас используем, то я продумал для вас несколько заданий. Мы начнем с того, что пойдем кормить слониху. А, класс! Это же Венди, Венди! Да, да. Я когда-то была у нее на дне рождения. Да, Венди – наша самая-самая большая одесситка. Да. Вот, она очень такая дама, своенравная. Кстати, она не ручная, с ней надо очень осторожно, потому что она довольно агрессивная. Но при этом она очень веселая, со своим чувством юмора. И, конечно, любительница покушать. И сейчас мы ее будем угощать ее любимым лакостом арбузами. Кто бы мог подумать? 42 роки. Я бы сказал, жінка у самом розквитии. А это я про Венди. Красоня-вилетня азиатская слониха. И хотя вушка в ней маленький, апетит величезный. Говорят, что справжняя муза может окрилить даже слона. Сейчас проверим. Так это или нет? Отож, муза Оксана уже одягає спецодяг і починає котити до Венді кавуни. Цей сніданок дуже нагадує гру в боулінг. Едем играть в боулінг. Пока все на работе, дома в своих знакомых. Друзья, кавун для Венді. Дивіться. Как Горошенко для нас. Так. Але вона дуже полюбляє кавуни. Дивіться, Оксана. В цей раз вона його взяла цілком сразу. Але ви бачите, вона його їсть сразу. Так, цілком. Так. Вона робить такі дрібні маленькі шматочки і потім ковтає. Це дуже цікаво. Зразу, а второго почала ділити на части. Інтересно, що буде з третьим. З нашою допомогою Венді не буде голодна. Так. Сніданок сніданком, але не можна забувати про безпеку. Свівробітники зоопарку всі звички слонехи знають. І якщо вона, з'ївши три кавуна, почала кидатися землею і листям, пора роззявам змотувати водки. Ну, а свої 100 кг смаковики Венді протягом дня ще отримає. Молодець-то. Видела? Вона зібрала землю і кинула в нього. Як наша героїня впоралася з першим завданням? Справилась прекрасно, хорошо. Видно, що животних любить. З любов'ю к слонехі, з заботою. Подкатувала ці арбузики дуже красиво. Слонехі подобається, слонеха доволі. Оцінка, якщо по 12-й балльній системі, все-таки 11. Тому що в кінці щось розслабилося, забула про опасність. Це видно було. Що трохи забула про техніку безпеки. Слонеха у нас агресивна. Але в цілому прекрасно. Прекрасно справилась. Ми зараз пійдемо на медвежатник. Будемо утепляти берлогу нашим медведям. Але дуже цікаво слово. Ведмежатники, друзі. Я зараз згадую якісь такі кримінальні фільми. Ведмежатники відчиняли що? Сейфи, так? Можна і так трактовати це слово. Але наш медвежатник – це наш аспекційний об'єкт. Новий, йому всього пару років. Ми його недавно построили. Зараз ми його нескільки усовершенствуємо. Це місце, де підтримуються медвіді. Це їх апартамент. Ось цей, ось він, наш медвежатник. З басейном, з великим вигулочним вольєром. Але утепляти ми будемо вольєри задні, там є берлоги, де медвіді спять. Зимова спячка. Пам'ятаємо, вивчали у школі зоології. Мешканці зоопарку бурі, ведмеді, поляна та бумер не завжди впадають в зимову спячку. Особливо в теплу зиму. Ведмежа, 400-метрова квартира, дуже навіть нічого, я вам скажу. А сон на віки-постільці, що може бути приємнішим? Дивлюся на це завдання і мені з боку якось незрозуміло. А кому це наша гостя з такою любов'ю робить цю соломіну теплоперинну? Собі чи ведменям? А знаєте, як класно зараз сюди уваліться, мабуть? Не знаємо, та не будемо ризикувати. Рекомендую з ведмедиками, пані Оксані, не затримуватися. Ти чого волнуєшся? Ми нічого у тебе не заберемо. Все добре, дівчина, все добре. Оксана, зараз ви у своїй тарілці? Так, я у своїй тарілці. У мене сьогодні як будто день рождення. Але дійсно в якийсь момент ти перестаєш почувствувати опасність. Ти знаходишся рідом, і вони підходять ближче, і ти ближче. А дійсно, опасно підходити к клітці. Отже, друзі, пам'ятайте, хижаки, вони і в зоопарку хижакі. Добрими та лагідними ведмедики бувають тільки у казках. А сюрприз для Оксани Дімової? Трішечки далі. Сюрприз, сюрприз, так страшно є, сюрприз. Следующее задання, ми кормимо овіз'ян наших, лапундеров, макаків. Достаєм яблоки, режем маленькими дольками і даєм їм прямо в руку. Вони будуть брати прямо з руки. Так, ось тако відчиняємо, так, щоб ми бачили, що там у коробці, так, як ми це будемо робити. Окей? А чому всі відходять від коробки? Я знала, що я тебе увижу. Клас, привет. Привет, привет. Ось такі у нас яблочко. Так. Ну, какова красота. Какова красота. Ну, какова красота. Какова красота. Є-є, когда ти смотриш, чё смотришь на мене. Ось вам і краса. Сінаугська королівська змія. Ах, одна з найкрасивіших змій у світі. Чомусь не налякала нашу героїню. Давай поцелуємо мальчиків, давай, а то їм скучно. Невибагова рептилія не отруйна. Уявляєте, її цілком можна тримати вдома, як котика чи собачку, та чушкати її шейку. Чисто випадковий збіг. Оксана Дімова – змія за гороскопом. Мабуть, тому цим двом дамам вдалося навгодити такий теплий контакт. Тоша, Антошка, Антошка, назад. Давай, давай, мужчина, смотрим-ка. Мужчина в камеру. Красавец, красивый, красивый, да? Змея не различает людей там по лицам или даже по запаху. Змея различает людей по прикосновению рук. И если через руки передаётся какая-то агрессия или испуг, тогда змея может укусить. Если же через руки передаётся любовь и нежность, то тогда змея ведёт себя спокойно. Мимикрирует под кораллового аспида. Он как бы обманывает всех. Он хочет сказать, я страшный, я добитый коралловый аспид, я вот такой полосатый. На самом деле он не опасен. Хотя он тоже довольно агрессивен бывает. У него есть зубки, он может укусить. Он как кошечка, только гладкий. Следующее задание для Оксаны. Она должна провести экскурсию для посетителей экваторариума. В экваторариуме там очень интересная коллекция. Там различные рыбы, рептилии, амфибии. Это животные экзотические. И людям они очень нравятся. Людям интересно узнать об их биологии побольше. Поэтому наша героиня получает задание для посетителей сектора акваторариума провести тематическую экскурсию. Ознакомить с коллекцией акваторариума Одесского зоопарка. Как еще наша гостя так легко пішла на контакт зі змеею, я впевнений, що бородата Агама та шоумоносный Василіск легко підуть з нею на співпрацю. Это что, не настоящий крокодил? В акваторариуме, в загадковой напевтевереве, нового экскурсовода очікує велика колець риб, земноводных и рептилий. Паня Оксана не знает, что в роли ее экскурсантов кілька споробитниц соопарку. Саме они ставят ему тей оценку за работу. Раду вас приветствовать в Одесском зоопарке. Сейчас мы находимся в акваторариуме. Здесь у нас королевская змея Кембелла. Она охотится в сумиках ночью или утром. Кстати, сверху вы можете увидеть рыбок. Здесь не так их хорошо видно, но вы можете посмотреть. Вот здесь обыкновенная пиранья. Пиранья питается другими рыбами. Если попадется человек, то я думаю, что она мимо не проплывет, поэтому ей лучше не попадаться. Дальше перед нами лысый полоз. Питается мелкими млекопитающими. Я думаю, что он ядовитый. И он в длину доходит до полутора метра. Наш экскурсовод ответила не совсем корректно, потому что полозы – это не ядовитые змеи. А какой самый большой обитатель акваторариума? Я думаю, что это парагвайская анаконда. Здесь вы ее можете видеть. Но кроме анаконды у нас с той стороны еще есть крокодил. Он тоже большой. А есть в акваторариуме какие-то очень редкие экземпляры? Я думаю, что здесь нет никого, кто занесен в красную клингу, в акваторариуме. Потому что эти, они находятся в живой природе, наверное, все. Неверно. В акваторариуме есть сарматский полоз. Велика, неагресивная змея, яку одесситы могут встретить даже у своих дачных дельянках. Занесена, до речи, до Червоной книги Украины. Таааа, это еще не все. Но, конечно, знать все человеку, яка тут первый раз, неможливо. Поэтому сделаем небольшую снижку нашим гостям. И не будем судить ее занадто суворо. А как наша гость провела экскурсию? Ну, замечательно. Я считаю, что она справилась со своей задачей. Потому что вести экскурсию не такое простое дело. Во-первых, она почти без ошибок все это сделала. Там были некоторые вещи. Полоза назвала ядовитой змеей. Хотя, на самом деле, это не так. Но это не главное. Главное, что она, видно, что язык подвешен. Видно, что она умеет общаться с посетителями нашего зоопарка. Это очень важно для экскурсовода. Ну, и, в общем-то, более-менее знает тему, о которой я говорила. Сейчас мы идем к нашим европейским муфлонам. Будем подметать у них в вольере. Очень интересно, как эти животные среагируют на нового кипера. Потому что это животные очень робкие, такие очень пугливые. С ними нужно проявлять очень большую деликатность при работе. Европейский муфлон вважается останним диким бараном Европы. До тварини с разкинутыми и с загнутыми серпом рогами лучше бойся не подходить. Хотя, судячи с поведенки этих малюков, они тоже побоятся нового зоотехника. А что это такое? Что вы предметаете? Расповедайте. Ну, я думаю, что это их какашки. Но они почти не пахнут, честно. Вот запаха практически нет. Оксана очень медленно работает. Но я думаю, что в дальнейшем у нее будет получаться. И процесс будет быстрее происходить у нее. Ого, так, поп-оп-оп-оп. Так, что нужно делать, это швидше, так? Так. А сколько часу каждый день прибирание проводится? Ну, вольер где-то, уборка вольера где-то занимает 10-15 минут. Ага. Это было легко тут сделать? Не очень легко. Почему? Потому что давно это не делала. Такую метлу давно в руках не держала, честно. Сейчас уже пылесос и все по-другому. Но ребята, которые это делают, большие молодцы. Так. И сейчас вы чувствуете себя в своей тарелке? Чуть-чуть была не в своей тарелке, честно. Ну, вообще классно. Крутое занятие физкультура. У меня сегодня какой-то фитнес. Окей. Отлично. Нужно провести инвентаризацию утки кряквы. В чем сложность? Все наши животные, ну, почти все находятся в фольерах. А вот кряквы у нас гуляют по всему зоопарку, где хотят. Им разрешено, в общем-то, ходить по всей территории. Поэтому, для того, чтобы их посчитать, это нужно предложить определенные усилия. Это не так просто, как просто посчитать животных в Алирах. Курчат рахуют восени, а качок в зоопарку. Дивлячись на цих бродячих яскравих хлопців та дівчат, я зрозумів, хто тут головний. Саме качки крякви почуваються в зоопарку просто у своей тарелці. Причому у цьому містечку кряквам, ну, настільки добре, що птахи навіть не відлітають на зимівлю до країн з теплым кліматом. А спробуйте їх перерахуй, коли вони більше, ніж на п'ять хвилин на одному місці не засиджуються. І бігають по доріжкам, голосно розкрякуючи всім мешканцям останні новини. Спортивна підготовка, пані Оксані, тут явно не заважатиме. Заходимо, заходимо, заходимо. Поворачимо, поворачимо. Десять, одиннадцять, не толкаємся. Двенадцять, тринадцять, четырнадцять. Че ждем? Давайте, давайте, давайте. Пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, восемнадцять. Это є. Это тоже считаем? Розкажу секрет. Самі працівники зоопарку точно не знають, скільки тут бродячих качок ряп. Ну, ви вже зрозуміли, чому. Тому не дивно, що наша гостя таки збилася з рахунку. Ви те, кого я вважала или нет? Вот скажите мне. Я вас вважала? Я думаю, що по моим подсчетам зоопарк буде в плюсе. Як пройшов сьогодні день і чи все правильно зробила Оксана сьогодні у зоопарку? Ви знаєте, в її роботі, конечно, були гріхи, ну, зв'язані, може, з тим, що не до конца знає предмет. Але в цілому справилася она зо всеми заданнями дуже добре. І у її є головне. Для роботи в зоопарку потрібні два качіства. Первое. Нужно любить і уважати животних. І второе. Нужно любити і уважати людей. Це дуже важливо. І оба ці качіства у Оксаны є, тому вона вполне може роботати в зоопарку. І дуже успішно. І вона це сьогодні доказала. Це був просто замечательний день. У мене ощущення, що сьогодні день моєго рождення. Ісполнилося дуже багато моїх мечт. За що я благодарна вашій програмі. В «Южной волне», зоопарку одеському Ігорю. Тому що він робить в городі Одесі просто нереальні вещи. І ще сьогодні, коли я зберілася на вашу передачу, я ж не знала, куди ми йдемо. І у мене були зовсім інші предположення. Але почему-то я взяла з собою яблоко і вот цю змею. Я хотіла зробити вам подарок. Пусть ця змея живет у вас, а ми будемо приходити навіщати її і нашого нового друга. Я дуже рад, що наш сьогоднішній день таке таке сьогоднішня сложилось. Я хочу вам заучить подарувати. Подарок – це моя книга, яку я написав. І прочитайте її, вона дуже інтересна. Я надеюсь, вам подобається. Патру скажіть мене своє мнение. Дякую. 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 Продолжение следует...